Всем добрый день! Меня зовут Ирина, я тимлидер библиотеки Чехова. Я вижу много новых лиц, поэтому небольшая короткая справка для вас. В 1979 году все городские библиотеки были объединены в единую библиотечную систему, чтобы вы понимали, что такое централизованная библиотечная система. И библиотека Чехова стала головной библиотекой системы, в которую входят 22 библиотеки. Библиотека Чехова – это административный центр, и своим филиалом она оказывает организационную и методическую помощь. Это одна из первых библиотек в послевоенном Калининграде. Она меняла место жительства, как я же говорю, но с 90-го года она находится постоянно по адресу Московский проспект. Важное, поворотное событие в развитии библиотеки прошло в 21-м году, то есть это совершенно недавно, потому что заявка библиотеки выиграла конкурс на осуществление и организацию модельной библиотеки. И 16 декабря 2021 года открылась обновленная новая Чехова. Это, конечно, настоящий досуговый центр с огромными возможностями, новыми площадками для проведения культурных мероприятий, а также для семейного досуга, что очень важно. В библиотеку приходят все поколения, от малых дверей. Очень грамотная работа проведена с территории библиотеки, потому что она двухэтажная. Первый этаж разделен на четыре зоны, они самостоятельные, локальные, то есть там всегда одновременно в этих четырех зонах можно проводить различные мероприятия, никто никому не мешает. Второй этаж, это у нас, конечно, обновленный конференц-зал, который мы все очень любим. Вас приглашаю уже заранее туда, я об этом, конечно, скажу. Это Белый зал. Конечно, я не говорю об огромном книжном фонде, потому что библиотека сейчас это не просто хранилище книг, как мы любим говорить. И сейчас там нет вывески «Тишина, тихо». Нет такого сейчас. Это активное движение. Кроме того, библиотека предлагает своим читателям новые цифровые возможности. Потому что это. И, конечно, библиотечные компьютеры, за которыми вы можете работать. Кроме того, вы, как житель Калининграда, почитатель библиотеки или просто гость, но с паспортом, можете подойти и получить доступ к цифровым технологиям. Что это? Вы можете получить книгу, любую интересующую вас информацию на бумажном и электронном носителе. У вас будет доступ, сейчас он очень востребованный, к музейным, книжным, электронным коллекциям национальной электронной библиотеки. Поэтому пользуйтесь. Я сама часто хожу и работаю за библиотечными компьютерами. Конечно, вот такая обновленная библиотека дает возможность на качественно новом уровне проводить встречи. Чем мы и пользуемся. Этими ресурсами библиотеки мы, конечно, пользуемся. У нас именно на площадке библиотеки Чехова стартовал проект «Серебряный наставник». Прекрасная возможность встретиться с учащимися, поговорить о профессии, потому что мы понимаем какой-то важный поворот в жизни, принять такое важное решение. И, может быть, для кого-то это будет точкой опоры, что очень нас всегда, в общем-то, радует. Это и письмо бойцу. Вчера выступал вдохновитель и организатор этого мероприятия. Я здесь не буду повторяться. Самое большое, крупное мероприятие, которое проводит библиотека Чехова, это «Библионочь». Это масштабная всероссийская ежегодная акция. Программу придумывают разные. Каждая библиотека выставляет свои программы. Были программы «Всё про обычаи». В прошлом году это была программа «Читаем вместе». И, конечно, мы здесь проявляем себя и как волонтёрское движение, потому что мы помогаем встретить, рассказать о творческих лабораториях, которые участвуют в «Библионочь», о творческих коллективах, которые будут помочь в организации, в локации, куда подняться, потому что всё-таки это два этажа. Но мы и сами проводим и мастер-классы, и презентации интересные, и мы рассказываем о серебряных волонтёрах, чтобы люди могли понять, а что это за движение, его цели, задачи, какая важная акция «Красная гвоздика», что это за мероприятие, какую ценность она приобретает в наше время, в наши дни. Конечно, большим таким интересом пользуются арбук-вечеринки, которые проходят в Чековке. Это больше такое развлекательное мероприятие, скажем так, для молодёжи, потому что там звучит музыка, дают концерты. Можно встретиться с Попадиным, посмотреть с нашим известным литератором, послушать интересные лекции и посмотреть, допустим, авторское кино. Конечно, мы тоже всех встречаем, направляем потоки, потому что очень много людей. И сами принимаем участие. На одной из арбук-вечеринок был интересный квиз от Министерства финансов. «Эффективные финансы». Мы активно приняли участие, было несколько команд, и итог – заслуженные призы. Кстати, я впервые в жизни именно на этом квизе услышала, а что же такое «деньги не пахнут», откуда это идёт выражение. Для меня это было просто открытие. Интересные конкурсы, в которых мы, конечно, тоже помогаем библиотеке, и один из этих конкурсов – финансовая грамотность. Его особенность в том, что в конкурсе принимают участие дети. Они вместе с родителями разрабатывают бюджет тихо. Человек увидел, надо громко говорить. Разрабатывают бюджет семьи и участвуют в расходе этого бюджета. Очень много приглашённых организаций, и всех нужно зарегистрировать, и всех нужно рассадить в зале. Мы, конечно, оказываем помощь, очень любим делать фотографии с детьми, которые вообще приходят в костюмах, и тоже участвуем в награждении. Конечно, библиотека проводит очень много интересных встреч. То есть это культурное обогащение, это понятно, потому что это встречи с художниками, с писателями, интересными людьми, краеведами. И, конечно, мы тоже здесь помогаем, потому что иногда нужна такая координация концерта, как, допустим, встреча с Никитой Высоцким, которая проходила в историко-художественном музее. Нужно было встретить людей, рассказать им, проверить их билеты, и, конечно, потом помочь в зале. Потому что Никита Высоцкий, проведя встречу, рассказывая о своём отце, о своих отношениях с ним, вообще его восприятие уже взрослого человека, оценка его уже взрослого человека, как Высоцкого, он потом устроил обратную связь с залом. Он не использовал микрофон, только записки, поэтому мы давали, разносили, подносили ему аккуратно на тогда должное, что ни один вопрос вообще не остался без внимания. Конечно, посещая мероприятия такие культурные, мы сами организовываем творческие встречи с волонтёрами, творческие вечера, потому что в волонтёрском движении, оказывается, люди себя заново раскрывают. У них, наверное, появляется больше времени и больше вообще осознанности, какой они жизнь прожили. У нас многие пишут стихи, многие поют, многие могут продемонстрировать свои возможности. У нас образовался новый вокально-инструментальный ансамбль, так что я надеюсь, мы скоро будем знакомиться. Поэтому библиотеки дают возможность, если Вы хотите в чём-то себя проявить, эти площадки есть, приходите. И в заключение я хочу сказать несколько слов об экскурсии. Многие библиотеки сейчас проводят свои экскурсии, так же, как и библиотека Чехова. Она проводит и виртуальные, и пешеходные экскурсии. Но какая особенность? У них небольшая граничная территория, потому что в основном они исследуют территорию, где находится библиотека. Допустим, Чехова. Конечно, территория от Королевского замка до Института МВД. Это очень всё интересно. Из-за рождения первого города, первая улица, 1256 года. Я не могу об этом спокойно говорить. Конечно, это интересно. Я предложила в этом году провести пешеходные экскурсии из цикла «Интересные истории знакомых улиц». Сейчас это всё проходит согласование, и я думаю, будет возможность вас всех пригласить. Так что библиотека Чехова. Мы работаем сейчас с пятью библиотеками. Чехова, Пушкина, Гайдара, Леонова и Снегова. Во все эти площадки можно приходить, себя показать, себя продемонстрировать. Мы будем рады. Если вы вдруг хотите связаться со мной, я такую маленькую ремарку делаю, позвоните. Я не всегда беру номер телефона, который у меня не обозначен. Ну, сейчас такое время. Напишите, Ирина, я такая, кто хочу поговорить о библиотеке. Всё, я сама вам перезвоню. Я благодарю за внимание. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok